Сын, у меня два сына, одному 23, одному 24. Два сына взрослых, дочке 15 лет, понимаешь? Но тем не менее, я говорю, все равно, как бы там ни было, нахуй, я говорю, я, даже вот и в сыновьях, я почему говорю, вы определитесь по жизни, что вы хотите, я вам не говорю, иди туда обязательно, как вот папа моряк, иди в мореходку, или там, папа этот, иди туда-то. Блядь, куда хотите, идите, идите, хоть слесарем, блядь, хоть говновозом иди, блядь, кем хочешь. Прямо говорят даже, в ментовку иди, если чувствуешь, что это твое, это твое призвание, блядь, иди куда хочешь. Как я не могу запретить, я не хочу, чтобы ты мне сказал, куда-то въебся, я тебе сказал, ты что, блядь, сын, охуел, ты сказал, ты же меня туда послал, я не хотел, блядь, правильно? Поэтому сам иди куда хочешь, но чтобы ты там был профессионал, понимаешь? Потому что я, говорю, я даже, блядь, многим ментам, таким большим даже с звездом, читал свои такие, ну, фразу такую, четверостишую я придумал, и вот говорил им, вот, когда я говорю, для меня знаешь, какой принцип, какой, я говорю, я стихотворно, можно скажу? Они говорят, ну, скажи, Валентинович, я им говорю. Я говорю, хорошо, я четверостишую вам скажу, это, я сейчас, что же хотел сказать? Выскочил из головы. Четверостишую. А, четверостишую, да, вот, какое, я просто помню, четверостишую, вспоминал, какое, вот. И я вот ему говорю, ну, вот, слушай, пойми смысл. Говорят, что мент и мусор – общее название. Но скажу я вам, друзья, мент – это призвание. Ну, а мусор – есть балласт наподобие плесени. Мусор – это низший класс и позор профессии. Понимаешь? То есть вот для меня существуют мусора и менты. Менты – те, кто действительно работает, служит, блядь, для меня. Я их уважаю, по крайней мере, блядь, они на своем месте. Поймали меня, сумели меня поймать, значит, я дурак, значит, у меня мозги оловянные. Я только наоборот. Я не скажу, он, ох, черт, он меня поймал. Наоборот, молодец, значит, он, блядь, поумнее меня нахуй оказался. Еб-то, мать, понимаешь? Поэтому я говорю, главный человек, чтобы был на своем месте. Вот это самое, блядь, буду мое кредо, просто вот кредо. Чтобы каждый человек был на своем месте. Если бы такое случилось, просто вот, блядь, дал бы Бог, да, одни сутки, чтобы так случилось, эти сутки, это было бы, блядь, не то же такое государство, за эти сутки это было такое государство бы, да, что город солнца Микеланджело в жопе был бы. Вот это такое, да, вот такой солнечный город был бы. Только это не город, нахуй, а вот страна такая бы была. Один день, все, каждый на своем месте. И выполнял бы то, что ему положено. Все. А у нас в России, у нас с 17-го года было все по-другому. У нас наоборот, правильно ли он сказал? Кухарка может стать, блядь, правителем. Вот она и встанет. Капусты все засеет, нахуй. Кухарка, понимаешь? Мы это прошли уже. Когда, блядь, брали дятла, сажали в кресло, а он нихуя не понимает. Нихуя не понимает. А у нас, а у нас, вот у нас, да, в этой жизни, у воров уже, да, у нас это, понимаешь, получается, идет все, все в унисон с природой. Что природой заложено, то и должно быть. Нельзя реки вспять повернуть, как это в брежневские времена поворачивали. Нельзя, если они так текут, самой природой заложены. Настроишь, перехуёришь, все равно, блядь, природа сметет и развалит это, нахуй. Нельзя против природы идти. А у нас так пошли. Понимаешь? Потому что у нас в преступном мире, блядь, совершенно иначе, чем в государстве. У нас человек сам себя должен проявить. Он проявляет, люди смотрят со стороны, видят, что он лидер, может с собой людей повести, ясность нести, здраво разбирается во всем. Умеет разговаривать с администрацией, понимаешь? Ответственность. А это уже последнее. Чувство ответственности, оно уже последнее. Понимаешь? Потому что я говорю, блядь, ответственность это уже будет потом. А сначала, сначала ты вот должен делать это дело, блядь. И на тебя будут все смотреть. Сделал хорошо, молодец, сделал хорошо, молодец. Потом уже я невольно им что-то говорю, пойдемте. Они невольно пойдут за мной. Уже пойдут. То есть они сами меня выберут, понимаешь? Вот все будут видеть, и мной заменить некого. Я вот лучше всех смогу обеспечить охрану, питание, кровь над головой. Ну, примерно. Вот, больше могу людям дать. За меня и пойдут люди. И вот я появился лидер. Понимаешь? Кто еще? Это до вора еще. А почему? Потому что я живу воровским. Мне дорого это воровское. Потому что это вот и есть все само, о чем мы говорим. Лидское, понимаешь? Поэтому я говорю, ради этого жить, жить радоваться будешь. Потому что ты понимаешь, что это приносишь людям.